Программа «Право на землю» Программа «Право на землю» Наше фермерское хозяйство существует уже 10 лет всего лишь. Начинали мы, конечно, с нуля. Было клочок земли и один трактор. Начали приобретать, естественно, в кредит. Взяли первый комбайн. Потом начали приобретать в лизинге технику. И на сегодняшний день у нас 25 единиц современной импортной техники. Это комбайны, трактора, камазы. У нас 1607 гектар земли всего лишь, которая находится в аренде. То есть за землю еще приобретать? Да, мы за землю платим. Начинали с численностью 8 человек. Вот в 2011 году было 8 человек. На сегодняшний день у нас 29 наемных работников, то есть механизаторов, водителей и прочего персонала. Заработная плата у нас сейчас в среднем. Среднемесячная 18 тысяч рублей. Механизатор 18 500. Но за последние 5 лет она увеличилась в 3 раза. То есть начинали с 6 тысяч? Да, да, да. Ваше хозяйство. Это же своего рода такой стартап, да? Это вот строили самостоятельно, своими руками все по кирпичу с нуля. Сами-сами, да. Есть ли какие-то механизмы господдержки, которые позволяют вам нести менее тяжелую нагрузку финансовую? Ну, в данный момент, вот, например, в этом году мы взяли льготные кредиты. Пока без кредитов, без лизинка, пока мы не обходимся. Спасибо, Светлана Васильевна. Сергей Александрович, вам слово. Вот какие существуют механизмы, позволяющие оставаться на плаву вот таким вот КФХ, чтобы, соответственно, они могли своим работникам платить более достойные суммы? Спасибо большое, Ольга. На самом деле, на сегодняшний день у нас очень широкий спектр мер господдержки. Сегодня у нас 60 с лишним направлений, по которым мы работаем. В том числе это и льготное кредитование, о котором уже говорилось, с этого года запущен и такой вид или механизм поддержки. То есть крестьянско-фермерское хозяйство может, например, взять с учетом господдержки семена элиты, воспользоваться племподдержкой, взять грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Кстати, гранты у нас в этом году существенно увеличились. Если это семейная животноуческая ферма, по-моему, до 30 миллионов рублей сегодня. Какая сегодня средняя зарплата в КФХ по краю? Ольга, ну, по КФХ зарплата немножко ниже. Скажу в целом, по агропромышленному... То есть 18 тысяч – это неплохо? 18 тысяч для того района, где находится это КФХ, это очень неплохо. В целом, по краю, заработная плата у нас в сельском хозяйстве по 2016 году сложилась на уровне 25 тысяч рублей. Динамика у нас достаточно приличная. Если брать 2014 год, это 19 тысяч, сейчас 25. По темпам роста мы опережаем среднекраевой темп роста. По заработной плате, естественно, в целом по экономике края мы немножко отстаем на 2-2,5 тысячи. Но, тем не менее, рассчитываем, что в ближайшей, в среднесрочной перспективе мы выровняем эту ситуацию. Спасибо. Виктор Александрович, приведите правовые механизмы, которые позволяют здесь балансировать. На сегодняшний день все-таки есть разница между формами хозяйствования, где заработная плата больше, а где меньше. Имеется в виду организационно-правовые формы. Законодательно приветствуемая организационно-правовая форма для сельскохозяйственного производства – это кооперативы. Для них оставлены такие вот правовые зазоры. Ну, например, сельскохозяйственный производственный кооператив может сам себя кредитовать. Да, получая от своих членов кредит, выплачивая им потом доход по этому кредиту. Доход облагается по НДФЛ, налогу на добавленную стоимость. Но прибыль в самом производственном кооперативе уменьшается на ставка рефинансирования плюс 5 пунктов. Ставка рефинансирования сейчас 9%, а плюс 5 пунктов – это 14%. Соответственно, 14% он сам себя может кредитовать за счет своих членов и таким образом, в общем-то, избегать кредитной нагрузки, которая у коммерческих кредитов действительно на сегодняшний день достаточно высокая. Это не считая того, что государство, конечно, субсидирует коммерческое кредитование через специализированную банковскую сферу. Второе обстоятельство, которое необходимо учитывать – это, конечно, специальный правовой режим налогообложения – это единый сельхозналог. Для того, чтобы числиться в налоговом органе сельхозтовропроизводителям, необходимо выполнять ряд условий. Они достаточно жесткие. Декларироваться, прежде всего, не забывать из года в год. Ну и третье обстоятельство, которое заслуживает внимания – это, конечно же, в производственном кооперативе пайщики являются одновременно и сособственниками земельных долей, которые они передают в использование в сельскохозяйственному производственному кооперативу. Замусел первоначальной приватизации именно в этом и заключался. С тем, чтобы юридическое лицо кооператив обрабатывало землю, которая принадлежит членам этого кооператива. Сегодня у нас в гостях как раз представитель такого кооператива – это Валентина Павловна Семенова, главный бухгалтер предприятия из Красногвардейского района. – Расскажите нам, у вас предприятие, которое платит одну из самых высоких зарплат в Ставропольском крае своим работникам. Назовите эту сумму. – У нас среднемесячная зарплата по колхозу составила 52 500 рублей. За последние 4 года, с 13-го, она возросла у нас в два раза. – Насколько помогают вам удерживаться на плаву и быть экономически эффективным предприятием? Насколько помогают вот эти механизмы, которые перечислял Виктор Александрович сейчас? Вот эти кредиты самим себе, ну грубо говоря, да? – Ну кредитами мы не пользуемся, мы вообще работаем без кредитов. Покупаем все на собственные деньги. Мы тоже на сельхозналоги 6% платим, это специальный режим для сельхозпроизводителей. – Есть ли у вас очередь и желающих работать, и желающих занять вакансии? Есть ли вакансии? – Вакансий у нас нет, и желающих очень много работать, потому что это связано с заработной платой и вообще с селом благоустроенным. Поэтому как бы молодые к нам идут работать, но очередь. – Валентина Павловна, о цифрах немного. Сколько работников у вас в штате числится, и какой территориальный массив у вас делаете? – Ну на сегодняшний день у нас в пашне 17231 гектар, и работающих где-то средняя численность 420 человек. – А вот зарплата на уровень 52 тысяч, она вышла давно, или это произошло недавно? Или она всегда была примерно выше остальных в районе вашем? – Ну я думаю, что она у нас всегда выше. У нас она в 13-м году была 25 тысяч 800, потом в 14-м году 37 тысяч, 42 тысячи в 15-м, и вот в 16-м году 52 тысячи. – Сергей Алексеевич, много ли таких хозяйствующих субъектов на территории региона? – Ну на территории региона таких субъектов с такой зарплатой, к сожалению, не так много, ну несколько десяток, может быть два десятка. – Это, главным образом, крупные хозяйства, устоявшиеся, эффективные, вот. Ну средняя заработная плата, я повторюсь, у нас 25 тысяч, у фермеров немножко поменьше этот уровень, ну вот так. – А почему вот я на практике сталкивалась с такими историями, вот приезжаю в одно хозяйство, оно вроде крупное, это предприятие, там, с советских времен еще оставшееся, оно вроде крупное, и все вроде хорошо, и земля вроде не самая худшая, совершенно не пески, и зарплата там вот одна. Приезжаешь в другое предприятие, и вроде и условия у них хуже, и с орошением там проблемы, и они платят больше своим работникам. Вот почему иногда складывается так, и можно ли это урегулировать законодательно, то есть вот ввести какую-то четкую пропорцию зарплаты и дохода компании? Возможно ли это? – Ну, законодательно, наверное, это возможно, но на сегодняшний день такой нормы у нас нет. – У нас есть минимальный размер оплаты труда, от которого, то есть это базовая ставка, от которой отталкивается начисление всей дальнейшей доходов наших крестьян. Что касается вот хозяйства с одной заработной платой, крупной вы говорите, и на фоне этого существуют другие с заработной платой, кратно выше. Наверное, это прежде всего зависит от эффективности производства, от диверсификации экономики конкретного предприятия. Вот если мы говорим о хозяйстве СПК Родина, которое сегодня представляет Тима Павловна, там есть и животноводцы, это племколхоз, там развивается крупный рогатый скот, причем племенное направление. Есть хороший растеневодческий клин, и на этом они могут балансировать, могут в рынке лучше вписаться. Кроме того, я хочу сказать, что это хозяйство очень, и руководитель этого хозяйства, это очень социально ответственный и бизнес, и предприниматель. У них идет социальная поддержка своего коллектива, они занимаются вопросами социального обустройства села, и это тоже не в последнюю очередь сказывается на том, что у них сегодня очередь на то, чтобы стать там комбайнером, трактористом и так далее, и так далее. Соответственно, и уровень заработной платы от этого тоже зависит. Виктор Александрович, вот помимо кооперативов, мы все поняли, что кооперативы это выгодно и успешно, помимо кооперативов, кто получает много, и как, например, КФХ получать больше? Вот есть ли какие-то еще вещи в законе, которыми просто там, может быть, не пользуются по незнанию? Такие вот люди, которые это все начали с нуля и еще там на стадии становления, грубо говоря. Ну это действительно зависит от экономической смекалки, от той предпринимательской жилки, которая в каждом человеке, который на свой страх и риск, а под свою имущественную ответственность, начинает заниматься этой формой предпринимательской деятельности. Ведь как бы не предполагали, что крестьянское фермерское хозяйство – это призвание к земле человека, что называется, начинает тянуть, но тем не менее это экономическая деятельность, которая обязана быть выгодной, эффективной. Если пахать, сеять себе в убыток или вот КРСом заниматься себе в убыток, это, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Вот. Хотела бы вернуться к организационно-правовой форме. Она, кооператив, привлекательный с точки зрения работника. С точки зрения капитала это крайне неудобная модель для того капиталиста, ну мы его называем культурным инвестором, да, который является собственником предприятия. Поскольку ему нужно учитывать множество экономических интересов участников кооператива, договариваться с ними, идти на компромиссы с ними, вот доминирующая форма капитала, которая, конечно же, и в кооперативе будет присутствовать, кому-то принадлежит большинству голосов в нем, тем не менее вот это большинство вынуждено считаться с меньшинством, в отличие, например, от акционерного общества или от общества с ограниченной ответственностью, где достаточно добиться консолидированного большинства, ну 50, традиционно, плюс 1%, и, соответственно, уже диктуешь свою волю меньшинству. Вот с точки зрения работника кооператив, конечно, это самая, ну, удачная форма в качестве работодателя. Крестьянское фермерское хозяйство, оно законом предназначено для семейных, для лиц, которые обладают семейными, родственными или свойственными связями, и которые, соответственно, не считаются с тем обстоятельством, кто, сколько, какое количество часов конкретно отработал. Они все вместе, всей семьей хозяйствуют на этом земельном массиве, который они обрабатывают. Вот между этими организационно-правовыми формами законом предполагается такая разница. Спасибо, Виктор Александрович. Я напомню, сегодня в гостях у нас был Виктор Александрович Майборда, кандидат юридических наук. Сергей Александрович Измалков, замминистра сельского хозяйства Ставропольского края. И наши гости. Спасибо, что приехали. Светлана Васильевна Собынина, менеджер КФХ из Андроповского района. И Валентина Павловна Семенова, главный бухгалтер предприятия из Красногвардейского района. Меня зовут Ольга Облогина. Встретимся в следующих выпусках. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин